всем привет вчера был такой вопрос комментариях по поводу героев клинки армагеддона просили чтобы я сделал видео обзор о том какие есть что у них есть ну давайте приступим так прежде чем мы начнем хотелось бы объяснить где это вы можете посмотреть если что сами вообще я всегда раньше когда еще не занимался модами искал моды писал просто герои 5 моды и всегда первым делом попадался форум heroes world абсолютно всегда мы заходили в список модификаций и искали здесь моды вот здесь есть мой мод heroes 5 armageddon's blade нажимаем и в этом моде есть описание различные а также есть вот такие вот чуть-чуть прыгнет много картинок в теме есть вот такая вот сноска таблица артефактов таблица новых героев таблица новых существ давайте новых героев нажмем и мы переходим таблицу вы всегда можете посмотреть ее она в свободном доступе открытом редактировать вы и конечно не можете но смотреть вполне легко и также прежде чем мы здесь начинаем разбираться что тут нужно уточнить что в клинкер магеддона как и в героях 3 есть классы то есть не один класс рыцарь как был в ванильной версии игры а два у каждой фракции в нашем случае это рыцари и священники мы будем начинать с них разбор чем отличаются классы в героях 3 ну и в героях 5 это разный шанс дропа первичных умений и вторичных умений первичные умения это нападение защита колдовство знания вторичные это вот все остальное вот здесь колесе мы открываем и видим 35 35 15 15 у рыцаря по 25 у священника у остальных классов тоже есть свои различия там рейнджер в нападение больше друид в колдовство маг в знания алхимик побольше нападение защиту но разные есть вещи будем еще к ним возвращаться переходим непосредственно к героям и так ну ванильных не будем обозревать я думаю вы знаете единственное что видите что чуть больше умений появилось в целом статы идут на 2 больше чем ванили то есть ванили приходилось на статы 5 очков у нас 7 то есть как бы вы не складывали вот эти все статы всегда получится семерка также с скиллами ванили их 2 у нас их 3 чтобы сделать большее разнообразие героев ну и вообще было интереснее и так александр он нас рыцарь у него специализация священный молот то есть при касте заклинание света есть также шанс что упадет жажда крови карающий удар хотя буду говорить пока карающий ударом наверно вам понятнее аделаида есть героев 3 аделаида тема вот она она специалист по кольцу холода то есть она у них ее мощнее к сожалению героев 3 нету такого специалиста героев 5 поэтому она получила специализацию оры она чаще ходит она сразу имеет кольцо холода то есть если что всегда у нее доступ есть к виктор такого героя вообще нигде не было как и александра но у нас есть виктор у нас специалист по отражению заклинаний к 40 уровню он дойдет до 45 процентного шанса сопротивлению заклинаниям такой герой есть в инферно где он вот он марбас это его специализация просто иконка другая орион орион у нас эксперт по палатке героев 3 тоже такой был где-то тут сейчас я его найду орион да первая помощь специальность эти не будем углубляться внутри вот здесь будем смотреть кадберт священник кадберт у нас был как раз таки я закрою также кадберт был эксперт по слабости героев 3 у нас тоже имеет специализацию равенны из некрополиса где-то вот она вот она имеет специализацию равенны то есть приказьте ослабление он также понижает защиту целям адель священник адель у нас была специалистом по благословению героев 5 это заклинание начали называть божественная сила но суть одна и та же иконка вам скорее всего не знакома либо слабо знакома потому что это иконка специальности изабель из компании она пассивно накладывает благословение божественную силу на свои войска навсегда пассивно по сути дела лоэнс священник эксперт по молитве был героях 3 молитва она у него была сильнее у нас здесь он выступает со специализацией годрика то есть тоже молитва более сильная чем у всех остальных сэр мюлих сэр мюлих героях 3 имел бонус к скорости перманентно армии он давал плюс 2 к скорости героях 3 скорость являлась и скоростью и инициативой то есть там раунды шли и чем выше у тебя скорости быстрее ты походишь раньше других нашем случае сэр мюлих получил специальность агроила повелителя демонов из компании 2 ванили но она более слабая то есть если в компании там плюс один процент к инициативе за уровень то есть 40 уровне это плюс 40 процентов ими то у нас здесь она порезана и она добавляет плюс 0 5 за уровень то есть к 40 уровне у него будет бонус плюс 20 процентов к инициативе для войск пассивный герой по сути дела равняется кольцу скорости вот такие вот у нас новые герои замка ордена порядка часть священников часть рыцарей вот с такими специальностями вы видите у них вторичные умения направлены на более сильное раскрытие их возможностей александр кастует блага и пассивно падает карающий удар адель у нас от кольца холода отыгрывает виктор у нас лишь он заклинание он рыцарь и дело рион заклинание не имеет но имеет палатку первой помощи сразу помню я говорил у него специализация такая же как у каспара то есть палатка его лечит сильнее за каждый уровень на 5 хп так у кадверта слабость модель ничего нету потому что ей она не надо у нее ее специальность благословения она и так работает то есть ей благословения давать не надо так молитва тут и здесь ничего наш рыцарь он воин переходим к инферно у инферно мы здесь также наверное перейдем на инферно чтобы чуть-чуть к архетипу нашему предку к дедушке можно сказать герой 5 сын герой 4 не будем опустим эту тему герои 3 это будет наш дедушка и так айден айден у нас был специалистом по интеллекту у него росла мана потихоньку по 5 процентов за уровень сожалению в героях 5 нету такой специальности не добавили разработчики поэтому айден получил способность поры из башни это вот она то есть он чаще ходят потихоньку растет у него по 005 ну к 40 уровне бонус будет у него плюс 2 к инициативе если у всех героев стандартный стандартная инициатива 10 то у него будет на 40 уровне она 12 на 20 процентов чаще герой будет ходить аксис аксис у нас был также где-то здесь сейчас мы его найдем вот мистицизм то есть тоже восполняется мана у него быстрее аксис получил способность специальность нуры то есть он пополняет себе ману течение битвы каждый раз когда его ход начинается в клинкер магеддона способность немного понерфлена в ваниле пополняется одна единица маны за каждые три уровня герои в клинкер магеддона пополняется одна единица маны за каждые четыре уровня героя имеют они оба магическую стрелку они являются классом повелитель хаоса в героях 3 этот назывался еретик ну там как бы свое отношение было к этому еретик у нас повелитель хаоса так сарфакс сарфакс у нас эксперт по огненному шару он был тоже экспертом по огненному шару в героях 3 вот у него специальность огненный шар специальность такая же как у нас в у назира огненный шар он мощнее бьет огненными шарами там добавляется плюс один колдовству за каждые три по моему уровне героя у него сразу есть огненный шар на старте пир пайр по-разному называется все зависит от периода в героях 3 у нас издавала компания бука она разное натворила пир была экспертом по баллисте в героях 3 у нас она тоже эксперт по баллисте эта специализация такая же как у витторио вот она ее баллиста потихоньку с каждым ее уровнем начинает бить больнее но и катапульта также мощнее имеет сразу балик не имеет заклинаний и гейтинг стоит вот эти вот особенности также здесь имеется у нас где-то в вот у рутгера логистика всегда у всех логистов специалистов будет только начальной самом старте обычно забиваются остальные перки расовым перкам то есть очки ушли в расовые перка это сделано для большего баланса чтобы они сразу на старте начинали гонять как проклятые но все равно быстро можно раскачать себе искусственную логистику тем не менее так алема алема у нас вот она она эксперт была по слабости у нас она тоже эксперт по слабости кидает слабость имеет заклинание зидар зидар у нас имел специальность волшебство то есть сила заклинаний урон от заклинаний шел на пять процентов больше за каждый уровень к сожалению разработчики не добавили такой специальности в героях 5 поэтому он у нас эксперт по молниям по сути дела то есть их нельзя отразить он имя шарашит у него сразу есть молния аж повелитель демонов аж была экспертом по жажде крови героев 5 почему-то этот навык это заклинание назвали карающий удар но внутри файлах игры технических он называется жажда крови по сути дела так что будем списывать это на особенности перевода карающий удар жажда крови это одно и то же абсолютно имеет специализацию как у хельмара где-то на твердыню сейчас посмотрим да правильно что я помню да как у хельмара то есть при касте заклинаний света в нашем случае у нее ускорение может упасть жажда крови чем выше уровень у нее тем больше шанс по моему к 40 уровню там шанс уже под 80 процентов если я правильно помню ксерон ксерон у нас обладал инферно специалист по инферно был к сожалению такого навыка такого заклинания прошу прощения нету в героях 5 не добавили поэтому у нас специалист по ускорению так здесь мы вроде разобрались да все вот такие вот у нас получились герои новые но инферно часть повелитель хаоса часть повелитель демонов давайте я покажу вам статы как у них падают так мы повелитель демонов все как ванили 45 15 15 25 и тут больше приоритет на нападение логистику то есть то что ведет к их центр перку первому их изначальному ванильному повелитель хаоса же обладает дропом большим отличие от повелителя демона тут 45 тут 15 тут же наоборот 15-45 в колдовство то есть он будет у нас хаосом кидаться у него больше шанс падения хаоса больше шанс упадения чародейства то есть это больше кастер даже можно выразиться нюкер нюкеры это маги которые закидывают именно домашними заклинаниями такая вот есть особенность так с этим мы разобрались погнали дальше некрополис у некрополиса мы здесь тоже перейдем на некрополис героев 3 у некрополиса были классы рыцарь смерти и некромант у нас тоже были в ваниле только некроманты теперь есть еще и рыцари смерти разница между некромантом и рыцарем смерти очень простая рыцари смерти направлен на боевую составляющую некромант на магическую мандор некромант специалист по разрушающему лучу имеет сразу разрушающий луч ну и как все некроманты поднятия мертвых сандра он ходит чаще также как и башня нура ора как ора имеет хаос магическую стрелу и поднятие то есть начинает быстренько бегать тант специалист по огненному шару нас там был где-то тут специалист по оживлению мертвецов но так как у нас уже имеется такой влад то делать двух одинаковых не было смысла ставили танту огненный шар тоже очень мощно и прикольно в океал рыцарь смерти также у нас был здесь в океал с ним есть определенные тоже проблемы потому что он специалист по вампирам опять-таки дублировать две одинаковые специализации специальности нет смысла нет смысла поэтому он нас специалист по баллисте вот такой вот вампир который закидает вас кольями не вы его а он вас заклинание у него нет у него баллик сразу зато есть также в рамках балансировки у него продвинутый расовый перк чтобы не имбовал изначально самом начале когда только добавлялся него были продвинутые машины но это слишком вкусно и жирно поэтому продвинутые машины я убрал добавил ему продвинутый поднятие мертвых галтран тоже вампир как бы визуально но так рыцарь смерти у него специальность как у миф то есть если вы помните миф ускоряет более сильно по 1 проценту за уровень то есть к 40 уровню она ускоряет не на 40 процентов при искусном свете а на 80 если света нету то естественно на 50 вот он ускоряет у нас тоже быстро быстрее у него сразу есть заклинание скорости так нагашь нагашь у нас логист он чаще будет бегать больше длиннее у него логисты как я уже выражался высказывался у нас понерфлены у них только основы логистики остальные очки и умений выложены уложил я в раз свой навык чарна чарна у нас была специалистом по стражам героев 3 нету такой специальности стражи это т3 существа в нашем случае это были призраки героев 5 но нету такого героя с такой специальностью этом чарного смеет священный молот некромант со священным молотом обладает каменной кожей бросает каменную кожу поверх падает карающий удар если она высокого уровня и вот так отыгрывает на самом-то деле очень хороший герой получился к середине игры и вообще приятно ты кидаешь массовый камень сразу падает массовый карающий удар и ты рубишь все в капусту а если изучить еще и тьму и задебафать врагов вот так вот замиксовать пару дебафов пару бафов то она вообще всех унижает так лорд хард имеет специальность ауру скорости пассивно ускоряет по 0 5 за уровень не имеет никаких заклинаний он боевик чисто у него хорошая специальность у него все в нападении поэтому него ничего такого нету из важных замечаний это то что лукреция стала рыцарем смерти тоже как боевик больше на по вампирам у нее статы будут падать в нападении защиту орсон также стал рыцарем смерти у него защита у него зомби которых он бафает поэтому он боевик здесь мы разобрались пойдемте в оплот и так оплотцы здесь мы переходим оплот первым у нас идет друид а да я статы на грамоте не показал некор обычный 20 25 40 15 рыцарь смерти как обычные рыцы 35 35 15 15 но и шанс дропа больше в нападении защиту в отличие от некра который больше в тьму и чародейства образования вот такой вот так оплот оплота класса это друид и рейнджер в героях 3 у нас тоже друид и рейнджер алагар алагар у нас был вот он специалист по ледяной стреле у нас к сожалению специалиста по глыбе нету героев 5 не добавили разработчики поэтому заклинание у него глыба есть но а специализация у него на ускорение ходов то есть он чаще будет ходить элизар труид элизар у нас был специалистом по интеллекту опять-таки такой специальности в героях 5 не сделали не завезли поэтому у него не будет увеличиваться мана в процентном соотношении но зато она будет у него восстанавливаться в бою если честно я считаю что этот навык это специальность куда круче чем просто огромный запас маны так кирь кири у нас было вот она наша кирь специалист по логистике рейнджер также у нас кирь рейнджер специалист по логистике опять-таки в рамках нерфа логистов у нее есть основа логистики а все остальное вложено в расовый навык имеет заклинание вызов корабля торгрим был такой у нас торгрим специалист по сопротивлению по сути дела это она и есть специальность сопротивление заклинанием такая же как у марбаса из инферно я уже показывал вот иконка другая но суть тоже это сопротивление к магии джем 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 у нас специалист по первой помощи как раз таки и здесь у нас на у нас тоже специалист по первой помощи идет с палаткой и правда еще идет с закананием регенерация мелодия мелодия была со специальности удача к сожалению у нас нету даже такого заклинания героев 5 не добавили удача героев 3 ты кастовал удачу и просто повышал ну тому на кого кастуешь удачу собственно повышал удачу да там была на плюс 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 у нас такого нету не добавили поэтому на специалист по благословению пассивно добавляет божественную силу всей армии и сразу на экспертном уровне мифала рейнджер была такая в героях 3 мифала но была она специалистом по доспехам то есть она резала урон в ближнем бою по своим войскам такую специализацию не добавили в 5 а жаль было прикольно если бы там допустим по 0.5 за уровень резался бы урон к 40 уровню это было бы понижение на 20 процентов урона к сожалению нету поэтому она у нас прирожденный рыцарь идеальный рыцарь или как в технических файлах игры это называется белый рыцарь у нее более сильная молитва и направленность на защиту джеллу рейнджер ускоряет армию у него лидерка то есть будут моралица будут ходить сами будут ходить чаще плюс морали еще чаще и имеет тележку с боеприпасами здесь он не указан он был больше гир а нет вот он есть в героях 3 он улучшал армию до снайперов стрелков различных из замка и из оплота к сожалению такой специальности у нас нету что хочется сказать это то что и звонильных героев винрейль перешел в раздел друидов дирейль перешла в раздел друидов и собственно все также нужно отметить что таланар получил другую специальность она такая как у грока то есть он бегает по карте чуть чуть быстрее и он имеет сразу заклинание телепорт и телепорт стоит у него дешевле в рамках баланса винга эль потерял свою имбовую способность все мы знаем что в мультиплеере а клинок армагеддона делается под мультиплеер в мультиплеере банят вечно хагиш и винга эля винга эль получил специальность миф я считаю что это даже мощнее специальность но она раскрывается потом и ее можно немного контрить даже с помощью замедления если он найдет по ноже крылья гномов вот такие вот балансные правки винга эль и таланар таланар усилен винга эль условно говоря ослаблен так получается с этим мы разобрались переходим к темнице или как ее назвали в героях 5 лига теней мы зайдем сюда и посмотрим кстати на рейнджеров и друидов рейнджер 40 процентов нападения 20 20 20 все остальное друид 40 процентов колдовство 20 20 20 во все остальное рейнджер естественно направлен на удачу на логистику друид у нас направлен на где-то тут у нас 12 чарик 12 призыв он больше на вот такую магию направлен так переходим к темнице в темнице у нас здесь мы тоже перейдем вот она так dark storm к сожалению нету такой специальности как было у него каменная кожа нет у нас специалистов по каменной кожи такую специальность не добавили он нас эксперт по разрушающему лучу как в башне это у нас идет фаис то есть он наносит урон когда кастует разрушающий луч у него сразу есть разрушающий луч и повелитель боли то есть он может массовый разрушающий луч дать вот такой вот у нас даркстон дмр в некоторых переводах его диммер назвали дмр у нас был специалистом по метеоритному дождю то есть он у него бил у мощнее героях 5 нету такой специальности к сожалению поэтому нас ходят чаще имеет продвинутый хаос имеет метеоритный дождь сразу старту если вы прям будете мечтать кастовать метеоритные дожди на каких-то других героях но у вас гильдии магов они не выпадают сокровищницы магов они не выпадают и тому прочее то учите себе в образовании ученый и обменивайтесь диммером заклинаниями ст мером геон геон у нас был в где-то тут вот он чернокнижный геон был он с зоркостью совсем все грустно а нет я его делал по жайгару просто имя долги он жайгар уж слишком стрёмное имя жайгар был с мистицизмом со специальностью тоже чернокнижник тоже у нас по мистицизму только не на карте приключений а на арене битве имеет магическую стрелу в чародейство экспертное то есть часто может поначалу магической стрелой бить 3 2 у него статы колдовство знания немножко постреляться в начале сможет орлаш был такой орлаш специалист по артиллерии это так балик называется там тоже у нас здесь он специалист по баллисте заклинание не имеет в рамках балансировки нерфа продвинутая у него расовый навык и балик наличие мутары мутары у нас была специалистом она была по драконом такой специальности в героях 5 нету не добавили поэтому она у нас имеет специальность миф сразу ускорение естественно навык а то это было бы совсем глупо улучшать ускорение но не иметь ускорение мало ли еще не выпадет и искусный свет гунар был такой лорд да кстати не упоминал классно героев 3 магические классы это чернокнижник воинские боевые классы это лорды они так назывались гунар у нас был специалистом по логистике то же самое у нас здесь специалист по логистике имеет кораблик основы логистики и в рамках нерфа балансировки у него расовые навыки выкачаны аламар аламар у нас был где-то он специалистом по воскрешению у нас к сожалению нету в героях 5 специалистов по воскрешению был он чернокнижником ас аламар с боевой закалкой то есть в бою он получает больше опыта эта специальность такая же как у винараэля вот эти герои будут быстрее качаться в принципе сражайтесь и будет вам счастье малекит малекит был у нас где-то тоже тут чернокнижниках вот он малекит он был экспертом по специальности него было волшебство то есть он наносил больше урона заклинаниями на 5 процентов за уровень у нас опять таки нету такой специальность специальности в героях 5 волшебство у нас он больнее бьет огненным шаром у него сразу есть огненный шар он специалист по огненному шару то есть будет вносить урон огненным шариком с условием что это чернокнижник он пробивает магическое сопротивление броню так что шарики от него всегда будут очень болючие и очень неприятные так также нужно упомянуть что некоторые герои ванильные перестали быть чернокнижниками они стали лордами в нашем случае это вайшан который специалист по тир-1 существа теперь у него статы больше падают нападение защиту давайте уточню сколько вы видели так чернокнижник было 25 к нападению 45 колдовству все остальное 15 лорд же имеет 30 30 к нападению защите и 20 20 к колдовству и знаниям так пока закрываем так вот вайшан стал лордом то есть него больше будет атаки защиты и ирана стала лордом не будет больше на падении защиты также у нас кифра стала лордом у нее будет больше нападения защиты и стоит учитывать что в темнице произошли перестановки темница стала больше по существам поход походить на своего дедушку, на Героев 3. На Тир-3 там были стрелки, поэтому повелительницы ночи, по-моему, хозяйки ночи, перешли на Тир-3 и получили статуи существа-стрелка примерно как Тир-3. Опирался и на лесных стрелков у Аплота. Минотавры в Героях 3 были существами Тир-5. Они перешли на Тир-5, поэтому Кифра теперь вообще мощь, смерть, опасность. А Мантикоры были на Тир-3 6. Гидры превратились в Мантикоры, перешли с 5-го Тира на 6-й. Они там летают и прочее. В общем, это не касается героев, но уточнить надо было, чтобы понимать, что Кифра теперь мощнее, чем была. Так, и собственно, остальные у нас... Саргал тоже стал лордом, у него больше падает в атаку и защиту. Такие вот изменения. Так, переходим теперь к башне. башни в Героях 3 это мой любимый город в Героях 3 были два класса. Это маг магический класс и алхимик воинский класс. Итак, что у нас тут есть? Нелла, алхимик, воин, по сути дела. В Героях 3 Нелла обладала очень классной способностью, специальностью доспехи. То есть там росла защита с повышением уровня. К сожалению, в Героях 5 такой специальности нету, поэтому она у нас специалист по уклонению. Чем выше ее уровень, тем меньше урона наносится стрелками врага по ней, по ее войскам. Имеет магическую стрелу, и на этом ее полномочия заканчиваются. Очень приятный герой, в принципе, для сражений против стрелков прям приятненько. Фафнер или Фафнер алхимик. Где-то у нас здесь он был специалист по нагам. Это Т6 существа в рамках Героев 5 это Кшатри Ракшасы и вот все эти кошки. Нету в Героях 5 специалиста по кошкам, к сожалению, специалиста по фурии не добавили. Поэтому он у нас обладает специальностью и усвященный молот, имеет карающий удар и при касте заклинаний света также у него пассивно может упасть карающий удар. Надо будет ему заклинания сменить, а то это глуповато выглядит. Возможно, не уверен. Тарасар Тарасар где-то у нас вот он у нас специалист по баллисте как раз таки. Здесь он у нас тоже специалист по баллисте в рамках баланса и нерфа имеют продвинутый расовый навык основы машин и баллисту. Кира Кира у нас была специалистом по ускорению, то есть ее ускорение было мощнее. В героях пять она тоже у нас специалист по ускорению, ее ускорение будет мощнее. Имеет нападение продвинутое и свет начальный. она у нас алхимик тоже воин по сути дела. Астрал Астрал был специалистом по гипнозу. Пожалуй пока из всех героев это самый спорный герой в плане того, что имеет заклинание пятого уровня. Больше никто не имеет заклинание пятого уровня по-моему. Да, нет. Нет у него заклинание пятого уровня. Ну, ни у кого кроме него. Возможно это связано с тем, что в героях три астрал и вообще собственно гипноз это настолько отвратительное заклинание смешное, что над ним можно только действительно смеяться. В нашем случае подчинение разработчики в героях пять подтянули, сделали его мощным, в то же время они его неплохо забалансировали, завязали на колдовство и мне оно конечно же нравится то, как они это сделали. Имеет специальность некрополиса Золтана, то есть есть шанс, что он заблокирует заклинание врага после его применения. Возможно мы уберем ему тьму, ну экспертную там, а может продвинутую добавим ему вот продвинутый и искусный расовый навык для того, чтобы немного сбалансировать его чуть лучше. Теодор Алхимик имеет специальность Грока, то есть он быстрее бегает по карте, он может ускорять телепортировать свою армию подешевле за 4 маны, имеет смысл на нем идти в внезапную атаку, чтобы ускорять телепортировавшуюся на 0.6 по ТБ шкале. Жозефина имела специальность по Големам, где-то она тут, вот она Алхимик Големы, у нас уже есть специалист по Големам, Разок и смысла дублировать двух героев одинаковых не имела, поэтому Жозефина имеет пассивное благословение на всех на искусном уровне, то есть ее армия всегда стреляет 100% уроном. И, конечно же, наш любимый Салмир, специалист по Капитолиям, нету такой специальности, как Капитолий, но тем не менее он у нас был специалистом по цепной молнии. Там урон от цепной молнии рос, но к сожалению у нас нету такой специальности на цепную молнию. Зато у нас есть специальность у Свеи на то, что заклинание ветра молнию как раз таки нельзя будет отклонить, поэтому он имеет у нас цепную молнию, обычную молнию и вот такой вот специальность и продвинутый хаос. также нужно отметить то, что у нас чуть-чуть изменился Раззак, он стал алхимиком, у него больше шанс дропов в атаку и защиту, он специалист как раз таки по воинам, и изменился Хафиз, он тоже специалист по Тир-1 существам, у него больше дроп в нападении и защиту. Также у Хафиза ушла баллиста, если я правильно помню, в ваниле у него была баллиста, мы ее убрали, слишком жирно для него, отдали ему тележечку, пускай его гремлины стреляют. На этом с магами по-моему мы закончили, давайте здесь я еще раз покажу шанс дропа, здесь все как в ваниле у мага, у алхимика 30-25-15-30, то есть у него неплохие дропы в нападении и защиту, но в то же время накрутить себе артефакты вы сможете. Можно еще что-то взять на знания, но в общем сделать нормальные миники можно, даже на таких знаниях, это конечно не 45% как у мага, но зато у вас нападение и защита лучше. Так, с этим мы разобрались, еще у нас остались твердыня, это у нас гномы, почему не крепость от вердыня, потому что крепость в героях 3 это болото, вот она крепость, поэтому крепости пока в героях 5 нету, но я не унываю, вполне возможно в будущем удастся кому-то вскрыть экзешник и научить игру распознавать большее количество раз, и нам удастся добавить сопряжение и болото, и причал, не будем о грустном пока что. Так, новые герои у города твердыня, это Кеннет, специалист по огненному шару, здесь так как у нас в героях 3 прототипов особо нету, мы фантазировали, Кеннет специалист по огненному шару, кидается больнее огненным шариком, имеет сразу повелитель огня, и вот это заклинание собственно, является жрецом, в героях 5, у нас в клинке Армагеддона, у гномов 2 класса, защитник это воинский воин, а жрец это маг, по сути дела, вот здесь у нас дроп статов больше в защиту самый, капитальный 45, и в нападении 25, это чисто колда и знания для бафов, или дебаф, если вы в тьму пойдете, жрец конечно же у нас в хаос идет, у него неплохой дроп в колдовство 35, есть мана и немного по нападению защите так, чтобы не обижали в ближнем бою, но и без радикализма какого-то. Так, надеюсь, понятна разница между защитником и жрецом, поэтому это жрец, у него будет падать дроп в колдовство в знания, вернер у нас кастует, если что, фантом, по возможности, сразу имеет его, чаще ходит, имеет продвинутую магию призыва и чарик. Эйнар, защитник, наконец-то, наконец-то у гномов появился специалист по баллисте. У него продвинутый расовый навык, продвинутый расовый навык, снова машин, балик и, собственно, купленная баллиста. Хильда у нас, как и миф, специалист по ускорению, то есть, ее ускорение будет на 1% расти с уровнем к 40 уровню, если у нее будет искусственное свето, оно будет составлять 80%, очень мощно, классно. Эрланд, логист. В рамках баланса имеет основу логистики, остальные очки умений ушли в расовый навык. Также может вызывать корабль, если он есть где-то неподалеку. Рагнар имеет специальность короля Толгара, то есть, он вешает пассивно руну оглушения на свои войска. Вот такая вот у него специальная заклинание не имеет, весь ушел в защиту. Трин. Трин, наша малышка, дает баф благословения пассивной на армию гномов. Кстати, не слишком круто, мне кажется, в рамках именно гномов, потому что у них разбросы по урону не сильно большие, и максимальный урон там тоже не сильно большой. В общем, вот такой у нас герой, конечно же, полезен, но, допустим, в замке даже Адель тех же стрелков, у которых разбросы 2-8, сразу бустят на 8. Адель играть приятно. Так, не туда нажал, твердыня. И Бьерн, Бьерн у нас специалист по молитве, она у него сильнее, как у Годрика, поэтому будет тоже приятно на нем играть, кидать молитву в самом начале и дальше любоваться, как моралится ваша армия. также есть небольшие изменения у ванильных героев, собственно, Иба, которая Берси внутри игры называется, она стала защитником, специалистом, ну, специалист по медведям, и будут дропаться у нее больше статы в атаку и защиту. Ингуар тоже стал защитником, то есть у него больше статы дропаются в атаку и защиту, Карли стал защитником, и Хельмар стал защитником. Вот такие вот изменения, часть героев перешла в статус защитников, то есть у них больше защиты будет на целых 45% у рунного жреца шанс дропа 20, то у защитника 45-25. Так, переходим к следующему. Цитадель. Цитадель у нас в героях 3 есть. Какая разница, это самая спорная фракция, самая неудачная, тут был баг, который к сожалению никак не справить. В общем, суть в том, что один из классов не может применять ни заклинания, ни кличи, вообще ничего. Не может применять. Варваров разрабы добавили очень костыльно, как-то вообще ужасно, и фракция получилась не совсем удачно, я бы сказал. Но что есть, то есть. В общем, ситуация такая, вождь это ванильный варвар, вот так вот получилось. Вождь имеет кличи, а варвар это новый класс, который не имеет ни заклинаний, ни кличей. У варвара зато легче путь в центр перк, и у него доступ есть к меткам. То есть, варвар зачастую классически идет в центр перк, учит метки, у него есть доступ и к подмоге, и к надзору, и к метке проклятого от демона. То есть, он может накинуть три метки и наказывать врага вражеских существ за то, что они ходят, бьют, кого-то бьют, кто-то их бьет. в общем, на метках можно играть, уже проверено, особенно, если армия у врага немного, или армия у врага крепкая, но, опять-таки, существ мало. Вы кидаете метку на своего, надзор, вы кидаете метку проклятого на чужого, вы кидаете подмогу на своего, и в итоге, сути дела, пока они дерутся, ваш герой будет бить и раз, и два, и три, а также выход в метку идет через оглушение, то есть, вы еще и по шкале этих существ будете двигать. Но, к сожалению, тьму вам контролить нечем. Итак, варвар терек имеет специальность уклонения, то есть, урон от стрелковых атак у него будет слабее. Гурнисон варвар где-то у нас тут был. Гурнисон специалист по артиллерии, собственно, по баллисте. У нас здесь он тоже специалист по баллисте, в рамках баланса у него продвинутый расовый навык, есть баллиста. Десса варвар. Где-то она у нас тут есть. Десса логистика, специалист по логистике. Тоже в рамках баланса вот такая вот у него особенность. У нее, по-моему, это она. Кажется, продвинутый гнев крови экспертный гнев крови. Жабаркас. Жабаркас у нас специалист по сопротивлению к магии. На 40 уровне один из самых неприятных врагов для магов вообще в целом. Да и для остальных фракций, для любых. Потому что орков мы, естественно, зачастую контрим тьмой, а тьма на него очень плохо падает. Чуть ли не все заклинания можно отклонять, если у вас вы 40 уровня, плюс вы там взяли доспехи стабильности, вот как они ванили доспехи забытого героя, вот как они их называются. В общем, у меня был на ютубе видео, где враг пытался меня закастовать тьмой, и у него просто подряд заклинаний 9 не срабатывали, потом только одно сработало. Неприятный орк варвар, тоже ключей у него нету, если статус варвар, если статус то есть ключи. Тероксор, эксперт по палатке первой помощи, она у него сильнее, лечит лучше, тоже имеет продвинутый гнев крови в рамках баланса машинистов и тому подобное. Барагус, вождь, вот у него ключи есть, он может заблокировать врагу заклинания, в случае чего, чем выше уровень, тем чаще, лучше, выше шанс. И эксперт по ключам. Килгор, вождь, тоже у него будут ключи, он быстрее качается, у него есть сразу образование и армия быстрее набирает очки гнева крови, ну и теряет тоже крэк-хэк. К сожалению, не добавили разработчики специальность к нападению, такая, как есть в героях 3. Было бы неплохо, если бы там, допустим, по 0.5 за уровень герой получал к нападению, к 40 уровню это было бы плюс 20%, но нету такой специальности, поэтому у нас ускорение и нападение, все в нападении идет. Он у нас варвар, также ключей у него не будет. Часть героев ванильных перешла в статус варваров, ну они как бы сами были варварами, но ванильный варвар это вождь, потому что есть ключи, а у варвара в клинке Армагеддона нету ключей. Вот, собственно, Аргат варвар, Гаруна варвар, и, 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 и все. Все остальные вожди, то есть ключи у них будут. Вы могли бы сказать, что надо бы и Крага делать варваром, но из-за его специальности это очень опасная штука, потому что у варвара есть 3 метки, я просто боюсь представить, что будет, если Краг накинет 3 метки и будет рубить вражеских существ, там просто аннигиляция будет с руки. Вот такие вот герои получились у Цитадели, самый, да, проблемный, спорный раздел всех городов, фракций, героев, но то, что есть, имеем, что имеем. Так сказать, давайте посмотрим в колесе. Вождь, он как в ваниле, только чуть-чуть послабее шансы дропа на нападение защиты, буквально чуть-чуть пятерик или десяточку ушла и там, и там, кажется. И варвар у него 50 на 50, колдовство и знания у него вообще не падают, они ему вообще не нужны, у него ничего нету, ни ключей, ни знания, в общем, у него нету этого. Также варвар у ней дропается основа боевого ключа, шанс 0, и образования тоже у варвара нету. Мы дикари здесь. Но зато можно вот взять подмогу, выйти в знак проклятого через оглушающий удар, выйти в надзор через стойкость и защити всех нас и вешать три метки сразу. Выход в центр перк у варвара более приятный, более удобный. Также вот такой вот варвар специфический, конечно, класс, специфические герои, но играть тоже будет ими интересно. Нестандартная тактика игры. Так, переходим к последнему, к сопряжению. Но сразу должен предупредить, что, к сожалению, сопряжения на данный момент в клинке Армагеддона нету, как отдельного города. Поэтому на данный момент герои сопряжения попадаются в лиге теней. Так как у них направленность, конечно же, на элементы, на элементарий, на стихийный урон. Поэтому они пока в лиге теней. Я очень надеюсь, что в будущем будет возможность перейти им в свой город. Но пока нету такой возможности. Давайте здесь перейдем в сопряжение тоже. подумай. подумай. Подумал. Итак, элементарист Ла Бетта. Вообще, Ла Бетта у нас специалистом была по каменной коже. Но нету каменной кожи. Специалист, специальности нету по каменной коже в героях 5. Поэтому у нее специальность как у Оры. Она ходит чаще. У нее каменные шипы и экспертный хаос. То есть даже каменными шипами она будет бить больно. В начале, а потом уже вы что-то изучите получше. Улигите на ней. Все-таки в гердии магов есть хаос. Поэтому будет удобно. Иншелар элементалист. Вот он. Он был специалист по золоту. Нету специальности на золото в героях 5. Не завязали. Зажали разработчики золото. Поэтому у нас мистик. Он восстанавливает ману в бою. Имеет магическую стрелу, интеллект, чарик. Потенциально будет хорош в развитии. Айнаин. Странное название, но такое в оригинале есть. Он у нас был специалистом по разрушающему лучу. Такая специальность у нас есть. Правда работают они иначе. Айнаин больше защиты съедал с помощью разрушающего луча. У нас Айнаин наносит дополнительно урон с помощью разрушающего луча. Есть разрушающий луч, есть повелитель боли. То есть массовый каст разрушающего луча тоже сразу доступны. Такие вот дела. Игниса путешественник. Названия разнятся в зависимости от перевода к сожалению. Но у нас идеология несколько иная в плане героев 5. У нас они называются стихийники. суть примерно та же. Но принцип такой, что у некрополиса у некромантов всегда есть поднятие мертвых, а у стихийников у всех всегда есть призыв элементалей. То есть если ты стихийник, значит ты связан со стихиями очень близко. Ты можешь призывать элементалей в любом случае, у тебя всегда этот навык есть. В общем путешественник, но имеем ввиду, что это стихийники. Элементалисты и стихийники в нашем случае. Игниса была специалистом по огненным элементалям. У нас соответственно в героях 5 нет вообще ни одного специалиста по существам нейтралам, что в принципе логично. Но к сожалению вот так есть. У нее специальность делеп, то есть балик стреляет при попадании и взрывает огненный шар. Специальность довольно понерфлена в героях 5 в ваниле версии 3.1 разработчиками. Я пока ее не трогал, так что у нее точно такая же полностью специальность как у делеп. Вот она. Бриса была специалистом по ускорению героев 3. У нас она тоже специалист по ускорению героев 5. Ей чуть попроще потому что у нее есть логистика. Так цель цель у нас была специалистом по волшебной стреле. Не самая как по мне лучшая специальность в героях 3 потому что она работала не в процентном соотношении а в фиксированном перманентном набила на 50% больнее. Волшебная стрела там в начале игры при раскачке это приятно но потом чем дальше тем бесполезнее это становилось. В нашем случае она имеет экономию усиленных заклинаний то есть у нее сразу есть усиленные заклинания значит ее магическая стрела сразу бьет на 50% больнее в принципе мы соответствуем тому что было у цель здесь сразу со старту можем бить на 50% больнее и мы экономим мал но на усиленных заклинаниях это значит что мы похожи на синитара который тоже чем выше уровнем тем меньше маны кушают усиленные заклинания вот такой вот у нас специалист по магической стреле а в перспективе и по всяким высокоуровневым заклинаниям хаоса луна луна была специалистом по огненной стене нету в героях 5 специалистов по огненной стене к сожалению поэтому она у нас специалист по огненному шару но имеет огненную стенку то что иконка с версией призыва тут уж простите я не нашел с хаосом почему-то изначально в героях 5 стена огня была в стихии в школе призыва она призывалась по сути дела на поле боя но в версии 3.1 ее перевели в хаос гриндан гриндан у нас был тоже специалистом по золоту нету такой специальности он у нас теперь специалист по боевой закалке то есть опыта получает больше за сражение в бою переходим к стихийникам монер монер у нас был специалистом по психическим и магическим элементалям в героях 5 магических элементалей нету но я добавил элементали магии специальности естественно я им добавить не могу он у нас логист с логистикой в защите с нападением и с призывом элементали интелс интелс был специалистом по жажде крови к карающему удару собственно здесь он у нас тоже специалист по карающему удару имеет ускорение кидает ускорение на там повыше уровнях и пассивно будет падать жажда крови но карающий удар так пасис пасис была специалистом по магическим элементалям психическим опять таки нету у нас такой специальности поэтому у нее балик вообще у нее балик есть именно во вторичных навыках базовая артиллерия поэтому опираемся на то что у нее базовая артиллерия даем ей специальность баллиста эрдамон эрдамон у нас был специалистом по элементалям земли нету специалиста по элементалям земли в героях 5 поэтому у него король каменных залов как у короля толгара то есть вешается пассивно руна оглушения на армию и она может оглушить имеет шанс как у всех может призывать элементали потому что он стихийник и переходим ниже это тунар также в героях 3 тунар это специалист по элементалям земли нету специалистов по элементалям земли поэтому у него уклонение то есть урон от стрельбы меньше по его армии фьюр был специалистом по огненным элементалям и элементалям энергии но нету таких он у нас ускоряет армию пассивно по 0.5 за уровень к 40 уровню это 20% ускорения также имеет призыв элементалей кальт стихийник кальт и лакус были специалистами по элементалям воды и элементалям льда такого нету поэтому кальт у нас с логистика как игрок и экономит ману на телепорте поэтому есть смысл в нем выходить в внезапную атаку в ветке логистики чтобы ускорять армию с помощью телепорта на 0.6 по тб шкале а лакус имеет пассивную божественную силу на всей армии экспертную сразу и может призывать элементалей вот такие вот получились герои все я надеюсь я все объяснил конечно частично все сумбурно было но тут уж простите очень много материала очень много нюансов но мне кажется я большую часть 90% уточнил а вот еще здесь мы зайдем покажем вам элементалиста 15 15 45 25 по сути дела как у чернокнижника элементалисты они кастеры нюкеры так сказать 12 хаос 12 чародейство качаем хаос качаем чародейство часто кидаем заклинания хаоса пробиваем защиту все вот так вот красиво ну и качаем соответственно лучше ярости стихии стихийник стихийник имеет большой шанс дропа в защиту 45 потом еще шанс дропа в колду можно было подумать что это как защитник но нет защитник у нас имеет больше нападения ну и в защиту 45 а стихийник больше в защиту и в колдовство по сути дела стихийник это бронированная такая штуковина которая призывает элементалей благодаря колдовству чуть больше чем допустим тот же защитник есть смысл изучить огненных воинов экспертную искусную магию призыва и отыгрывать на призыве вы бронированные вы крепкие также есть шанс если вы не хотите отыгрывать на призыве прокачаться выйти в гнев стихии гнев стихии у нас забирает половину защиты в армии переводится в нападение а также добавляет плюс 5 к инициативе выход в гнев стихии идет через ветки защиты вот здесь вот мы выходим через 2 навыка защиты я так отобразил потому что очень уж сложно стрелочки показывать вот он здесь не кликабельный он просто показывает также выход идет через ветку нападения через ускорение тактика дает плюс 2 к защите дополнительно поэтому тоже это имеет смысл и выход через образование через выносливость которая тоже добавляет защиту то есть выход в центр перку стихийников он весь завязан на дополнительное повышение защиты и таким образом вы нивелируете слишком сильный дебаф по защите из-за центр перка гнева стихий то есть вы вкачиваете вам дропается защита вы качаете навыки которые добавляют защиту а потом через центр перк вы переводите часть защиты в нападение вот такой вот у нас получился класс такие герои здесь все было полезно опять-таки призываю помнить что вы все это можете посмотреть в теме на форуме heroes world все ссылки с пикабу с вк с дискорда ведут на вот эту вот тему и в этой теме первым делом нажимая на вот эту вот ссылку вы получаете доступ к скачке файлов для самого клинка Армагеддона и также вот тут можете зайти в документацию таблица здесь у нас есть таблица по артефактам по существам по дуэльным героям патч ноут где я пишу изменения таблица таблица собственно по героям вот эта которая открывала и по заклинаниям заклинаний там сильно разницы нету относительно на ваниле но часть перешла на другие уровни не буду здесь уже на этом акцентировать внимание и так видео получилось на целый час хотя я думал в минут 20 уложусь на этом сегодня все всем спасибо за внимание и до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...